В общем, тут произошло следующее. Когда я гонялся с копами в очередной раз, у меня вылетела игра. И естественно, что запись сломалась, поэтому я не уверен, что она вообще будет. Что она появится в этой серии или в предыдущей, я уже не знаю. Короче, скорее всего, всё это пропало, но я прошёл только пару гонок. По-моему, да, всего лишь две. И я так подумал, может быть, стоило бы машину сменить, конечно. Например, на ту же машину нашей сопернице, Кейс или Камикадзе, как её там зовут. Но у неё она медленнее. Не знаю, нам это, возможно, аукнется. Но ради разнообразия можно покатать. Почему бы нет? Просто, знаете, если вдруг не попрёт, меняем обратно на нашу машину и не паримся. Но, скорее всего, на радаре мы сейчас отлетим. Я думаю, что тут без шансов. Но попробовать можно, тем более, хоть какое-то разнообразие. А то все мне пишут, что у тебя машина одна и та же, надоело уже. Кстати, она неплохая. Нифига. У меня сразу получился быстрый старт. Всё, я эту машину люблю теперь. Кого мне там в сопернике дало? Ну, в принципе, могло быть и хуже. Какого-то Мушкета, Ларса и Манго. Да, я же говорю, могло быть хуже. Позвали бы Преса. Или, вернее, Преза. Позвали бы опять Преза. Он бы нас тут всех выдрал. Да ладно, вы хотите сказать, что я это пройду? Они меня, конечно, обогнали. Точнее, Манго обогнал. Но, возможно, он ошибётся. Я перезапускать особо не хочу. А, ну, не сильно-то и вперёд вырвался. Может быть, он потом врежется в какую-нибудь машину. Мы должны это сделать. Вот Ларс вообще дико отстал. Блин, ненавижу этот поворот. Да чтоб тебе на 30 километров. Причём не один он, а ещё и мушкетёр этот долбанный. Нет, копы, только не вы. Я что, зря машину сменил? А, отлично, меня не палит. Всё-таки, наверное, я зря машину сменил, потому что... Э, вы издеваетесь? Такой шанс сейчас был. И вы его просто заруйнили мне. Пора притормозить. Объект разогнал-то настолько, что уже взлетается. Так вы меня даже не видите. Алё, с объектом всё в порядке? Давайте, мушкетёра, прижмите этого, Манго. Пусть прочувствует боль. А я воспользуюсь фишкой, которую мне там в комментариях подсказывали, но я это знал до этого, просто не хотел использовать. Это слишком мимбовая вещь. Надеюсь, Манго сейчас больше не наберёт. А даже если и наберёт, то хоть немного. Пожалуйста, машина. О, отлично. Да, кстати, мы можем выиграть! Неужели? Блин! Гонка, которая изначально должна была быть проигранной. Мы её сейчас выиграем. По крайней мере, я на это надеюсь. Офигеть! Я не знаю как. Так ещё и копы нас не видели, что самое главное. Скат, тюнинг производительности поможет. Не может быть. Точно поможет, а он уверен? Короче, я так подумал, что в принципе можно использовать именно эту машину. По крайней мере, на гонке. Может быть, на радар использовать старую Ауди, но на обычной гонке можно воспользоваться и этой. В конце концов, она буквально немного медленнее. А, слава богу, здесь ничего критичного. Всего лишь Порш, Ауди и какой-то бомж. Я даже не хочу знать, что он здесь делает. Я просто возьму сейчас и поставлю всех на место. Шпилька, вольтаж и асфальт. Блин, как это символично, что асфальт на последнем месте. Вы что задумали? Что это было? Они хотели подставить меня, что ли? Кстати, я видел, мне там многие писали, что сейчас у тебя есть возможность пройти копов, по крайней мере, по максимальной длине погони, потому что нет пока пятых копов. А с четвертыми сделать это, ну, блин, в разы проще. Почему я на последнем месте, если это не так? Я, блин, на втором. Откуда оно берет эти цифры? Давай, игра, подставляй меня, как только можешь. Короче, я так решил, что если гоняться с копами сейчас, то мне нужно переходить в другую версию игры. Почему? Потому что там почти не вылетает с копами. Здесь вылет может быть даже, когда мы одну минуту с ними гоняемся, и потом резко что-то меняется, или кто-то врезается, типа копа, в заправку, и все. А у меня есть версия, где при столкновении с заправкой копы не ломают игру. Но она, правда, с нормальным переводом. Это немножко грустно, потому что я специально выбрал эту сборку, чтобы быть с таким переводом. Атмосферным, потраченным, или охлажденным, охладженным, вот. Почему я до сих пор правильно говорить не научился? Охладженный перевод. Или бритвенный. Блин. Я уже забыл. Как вообще его правильно называть? Охлажденный или бритвенный? Потому что если скажу, что бритвенный, то все будут в теме. А если охладженный, наверное, никто не поймет. Главное в конце не проиграть. Тут опасный поворот, но у меня есть секретная опция. Я Франклин из ГТА-5. Изи. Это Изи. Видите, даже на такой машине можно спокойно побеждать. Нам не нужна наша Ауди. Один из них уже зашел в меню Толбута. Он собирается проверить свою скорость. Будет раздавать талончики. Шесть штук. Блин, шесть талонов это много. Интересно, а если поехать назад, оно телепортирует нас или просто не будет засчитывать нам проценты? Потому что назад мы поехать можем. Там нет этого барьера. Неонового. Как он правильно называется? Неоновый барьер или... Что? Мы практически еле успели. Да вроде машина неплохая. Вы что? Она была у Камикадзе. Я буквально недавно ее побеждал. Что за жесткие требования? Вам уже нужна БМВ здесь что ли? А, точно. Я же ее не прокачивал. Плюс детали Джанкмена тоже не ставил. Но, ребят, знаете, я так подумал, что на машины боссов я апгрейды ставить не буду. Потому что они как бы уникальные и сохранить их уникальные характеристики тоже хочется. Тем более, даже в стоке, ну, в смысле, те, которые... Да-да-да, спасибо. Те, которые мы получаем от боссов, даже они довольно хорошие. Ну, по крайней мере, вот сейчас победим Минго и можно будет его тачку вообще не трогать. Но мне там писали, что чувак, мы все знаем, ты сейчас возьмешь ламбу Минго и просто будешь на ней ездить всю игру. На самом деле, нет. Я вообще ненавижу ездить на одной машине. Да, это было эпично. Потому что на Ауди я ездил только из-за того, что она была самым быстрым, что у меня было. Плюс я ее, как бы, модифицировал все время. А тачки боссов я трогать не хочу. А так, да, я с радостью могу себе купить какую-нибудь там, не знаю, мустанг какой-нибудь, да? Или это слишком банально? Я еще над этим не думал. Но, может быть, мне стоит взять какую-то Mitsubishi Lancer Revolution. Она вроде как неплохо топит. Да, у нас был шанс ее выиграть, но кое-кто слишком крутые жетоны вытаскивает. Или вытягивает. Там же бесплатное освобождение из тюрьмы. Или бесплатный выход из тюрьмы. Мы же все время уголовники, мы все время в тюрьме сидим. Вы не заметили, как много раз копы нас ловили? Целых ноль. Я не представляю, сколько я в тюрьме уже отсидел. И, кстати, да, у нас все еще ноль задержаний. Копы еще ни разу нас не ловили, и я очень не хочу сглазить. Потому что, кто знает, в конце концов, уже четвертые. Скоро будут пятые, и там они жестко прижимают. Я буду делать все, чтобы не попасться копам. Но даже если нас поймают, ну, к примеру, я не буду использовать альт-F4, так и быть. Использую жетон бесплатного выхода из тюрьмы. И у меня их, знаете, сколько? Наверное, уже штук 10. Я, по ходу, всего этого прохождения накопил там. Их уже можно продавать с наценкой. Острелим гонщикам из списка. Может, им тоже нужно? А у меня их дофига. Что? У меня только что было 50 кадров в секунду? На RTX 2060? Возможно, здесь лучи, да? Которых нет. Но я, кстати, нашел... Нет! Кого против меня поставили? Вы издеваетесь? Сантос, Патрик и Аллан? Кто вас прислал сюда? Короче, я нашел версию Most Wanted'а с Ray Tracing'ом. И типа, для ее нормальной работы нужна около 1070 или 2060 в идеале. Ну, потому что она поддерживает лучи. Но запустить я ее нормально с лучами так и не смог. Она либо не запускается вообще, либо запускается, но частично. Там лучи какие-то недоделанные. Если бы у меня все получилось нормально, я бы, наверное, уже снял обзор. Вы издеваетесь, да? Почему трафик поехал только отсюда? Что это было? Я сейчас поддался всем, кому только можно. Нет. Нет. Ладно. Давайте просто будем последними. Я надеюсь, что это не выбивание. Я, кстати, так и не посмотрел. Ну, ладно. Надеюсь, что это не выбывание. Как только мы доедем до финиша, мы не пропадем. Потому что меня только что уделали все, кто только можно. Хотя нет, я беру свои слова назад. Они слишком тупые. А ну как? А, черт возьми, это сейчас я мог вылететь? Я даже, не смотрю на то, какую заданку я беру. Вот взял гонку, да, думаю, но это же круг. А тут вылет. И как бы это было близко. Да ну что вас заговоренный трафик. Этого Патрика бы как-то догнать. и при этом не скользить вот так вот, не уходить в занос. А то я сейчас тоже буду кей-оу. Ну то есть мне сделают небольшой нокаут. Хотя кто отменяет кнопку рестарт? Никто ее не отменяет, она есть. Не, ну это не честно ставить против меня такие машины. Они по дефолту наверное быстрее, блин. хотя это лотус, но я его сейчас подставил. У него нет шансов занять первое место. А может и есть. Что? Откуда у него столько дури? Он еще и меня ускорил. Нет, я воспользуюсь секретной фишкой. Не буду терять скорость вообще. Ну или почти. И да, ну я старался. Фишка сработала. Просто это немного нечестно. Давайте еще раз. Так уж и быть. Иногда можно. Да, я уже пытался повернуть от него, но не срослось. Давайте лучше знаете как сделаем? Накопим нитро и в случае проблем сразу же активируем. Я буду использовать все хитрости теперь, чтобы его догнать, потому что иначе у нас шансов нет. И он главное зараза нигде не врезается. Или вот он же врезался. Почему так далеко все равно от нас? Ты что делаешь? Это я походу зря, да? Мне кажется шансов уже с опыта нет. У нас даже если я эффектно здесь поверну, но этого конечно же не будет. Сейчас бы еще врезаться. Учитесь, ребят, как можно из князи в грязи. У меня уже замедление времени закончилось. Вот и настал мой конец. четыре минуты гонялся с ними все без толку. Вы видели, как он повернул? У него сразу моделька в другой стороне оказалась. Да что ж такое? Это походу надо было настроить машину перед началом, но вы проиграли, вас выкинули. Но ничего Патрик, я не буду вот так вот легко от проблем уходить. Я просто перезапущу гонку с тобой и выиграю. На каком круге я его вперед выпустил? На первом же, по-моему. Да, на первом, когда я тупанул, они меня обогнали. Ну ты, Патрик, зараза. на фольксвагене и так меня выносит. Я думал, это что-то по типу Ford GT хотя бы. Походу, кто-то сидит на деталях джанкмана. Это местная версия... Нет, 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 нет. Местная версия астероидов. А что, неплохо получилось. Здесь просто чаще придется рулить, а не использовать замедление. Кстати, я так и не смотрел, что там нужно делать с копами. Если там есть задание по длительности погони, то возможно мы сейчас как раз и выполним то самое задание. В смысле он уже здесь? Что за... Откуда у него столько дури? Это же не такая уж и крутая тачка, ну относительно остальных. Да, многие из вас могут в комментариях написать, что в смысле не крутая тачка? Да на этой тачке можно всю игру пройти. И мы так делали уже тысячу раз. Согласен. Она мощная, но не настолько, чтобы конкурировать с топовым сегментом. Да, у меня конечно далеко не топчик, но это же машина Камикадзе из черного списка. Вы знаете кто она? Я сейчас наберу ее. Она пешком придет разбираться как так. В чем секрет, почему ее машину обгоняют обычные гонщики? Или здесь тоже учитывается, что гонщики подбираются согласно скилу? Ну, я имею ввиду согласно нашему месту в списке. То есть здесь не участвуют обычные гонщики, а только местная элита, так сказать. Кстати, вполне себе сойдет за оправдание. Почему я раньше до этого не додумался? Это походу местная элита. Тот же Патрик наверное метит в черный список, но боится копов, или как это еще назвать? Нет, я не буду использовать даунский прыжок, а то еще перевернусь там. У меня есть уже история. Знаете, что самое обидное? Мы остаемся один на один против Патрика того же. и нас заносит как будто бы специально. А еще эти таксишки, в смысле машины трафика выезжают специально из-за поворота или еще откуда. Вы ребята если что не удивляйтесь если вдруг я буду вырезать какую-то часть гонки, потому что иногда прилетает жалоба на авторские права и приходится. чтоб с тобой врежься уже куда-нибудь. Я первый, ты не можешь так просто меня обогнать. я что зря старался что-ли? А вот сейчас наверное опять повернул как бог. Чисто как бог. И наверное зря. Потому что он даже без замедления гораздо лучше это сделал. Но опять же здесь не настроено рулевое управление и в принципе управляемость. Поэтому так хреново поворачиваю. Хотя да, это все отмазки. Все знают, что я нуб. А ну-ка как он повернет? Он прямо почти полностью притормозил. Ну мы его сделали. Мы его сделали со второго раза. Кстати неплохое получилось неплохое фото. Блин опять крутая песня и вот никак послушать не дают. почему она в гонках не играет? Опять на вылет? Вы издеваетесь? Э это ламборгинь? Да ладно! Давайте еще поставьте против меня ту бмв которую не знаю я снимал про нее видео или нет? снимал ту бмв которая 400 чем-то километров едет и разгоняется просто за считанные секунды и кстати эта машина именно ботов поэтому она в игре есть но боты по крайней мере не умеют настолько разгоняться сразу блин это песня за которую могут забанить надо быть осторожней если что я вырежу кусок гонки мало ли что вы потом не удивляйтесь просто я не знаю что с этим делать я музыку хочу оставить потому что она как бы для атмосферы да многие просят чтобы я ее сразу выключал раз на нее приходят эти нарушения но я хочу чтобы она была потому что это как-никак атмосфера без музыки вот я могу конечно продемонстрировать что это будет сейчас вот давайте ради интереса просто вырублю гонку в смысле музыку в гонке и айтрекс по-моему да вот и послушайте как же это офигенно ездить без музыки давайте поездим так хотя бы один круг как же это здорово зато мы слышим звуки движка о против нас гонщик под ником криминал криминальный авторитет вот его бы стоило в черный список добавить а не всяких баронов кто такой барон он же шалопай вы забыли о ну хотя это слушайте можно хотя бы дождь послушать звуки дождя правда очень тихо но с музыкой его вообще не будет слышно ну что как вам целый круг без музыки зато не прилетит и кстати походу таким образом можно эту музыку пропустить потому что она сейчас играет на фоне просто выключена и когда я по идее врублю ее а может и не играет кстати возможно если я сейчас врублю заново то будет совершенно другой трек давайте попробуем просто интересно если это вырубить и включить назад музыка поменяется а где музыка а я походу не сохранил да я в тот раз нажал а в этот раз я тупой извините да музыка переключилась сразу же вот ребята я нашел способ музыку переключать ну в смысле в игре есть кнопка которая отвечает за это кнопка T по моему ну или T но она не нажимается во время гонок так вот если вам в гонках попалась мерзкая капризная мелодия надолго мы ее можем вырубить это лайфхаки я сам в шоке такое обнаружит по идее за эту музыку не банят но если что то вы знаете что я сделаю хотя нам осталось тут буквально чуть-чуть это последний круг как мы видим на данном мерседесе спокойно можно выносить всех даже если мы участвуем в гонках на скорость а здесь вообще просто на вылет так что все окей я думаю вы довольны что я машину сменил а то очень много было недовольных что я езжу на одной той же походу это я сейчас зря и не пройду сколько здесь вообще надо это не здесь или это да это здесь это здесь 180 не я не смогу извините не смогу дальше у нас спринт по плану CLK500 да все правильно мне кто-то писал что это не так это не та машина помните я говорил за 4GT типа почему его нет по-моему игра издевается да 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 я понял это был такой трюк давайте я поверну как бок но что-то пока не очень получается даже вайпер здесь это это просто трындец черный X 10 центов и чанг 10 центов конечно жесткий вообще у него же максимальная скорость без последней трансмиссии там около 434 по-моему если ничего не путаю мне вообще нравится когда на машине написано ее полное название это же не на всех так а здесь все можно прочитать и убедиться что она так называется давайте через заправку поедем я жесткий интересно а если сейчас боты врежутся в заправку игра вылетит или нет или это работает только во время погонь ну что привет вайпер как дела ой это же скоро вебстер ну уже вайпер здесь присутствует нас постепенно готовят к этому главное чтобы он нас не обогнал потому что это спринт потом не догоним тем более на шоссе вообще я люблю это шоссе конкретно 99 шоссе по моему так оно называется в игре на нем легче всего гонять с полицейскими здесь длинная такая трасса увернуться можно от любого заграждения от любого джипа который на вас едет ты издеваешься да это вообще кто ты откуда взялся ты был на последнем месте нет нет только не это я тупанул и походу хотя он да наверное так меня обогнал походу кое кому нужна нужна кнопка рестарт все уроды вам хана у меня классный старт а что он походу что не смог там проехать в начале и врезался прямо в стенку вот так вот надо поворачивать так поворачивает элита здесь почти получилось а что это универсация начали неужели у меня открылся какой-то чит чтобы боты стали тупее по-моему в этот раз все будет проще если они сами тупят то есть даже я не помогаю им никак и они сами это делают шансов у меня гораздо больше короче без музыки совсем не то поэтому так и быть буду страдать потом вырезать ее но пускай она будет хотя странно здесь банят не за всю музыку и даже не за ту которая по идее защищена точно за Disturbed здесь вообще не банят ну за Decadence за нее вообще не банят хотя казалось бы если ее использовать в любом другом видео наверное прилетит бан а в Most Wanted если она будет играть нет как это работает хотя вдруг сейчас меня смотрит законный правообладатель этой музыки и скажет так я не понял а почему это какого-то Demsillow не банят за мою музыку пусть играет без музыки вы представляете просто если на ютубе наверняка есть видео где музыка вообще не играет и они проходят всю игру как же это скучно так по-моему он собирается меня сейчас да ты издеваешься урод ладно я хотел быть умнее но он походу в 300 раз умнее сейчас будет то же самое что в прошлый раз иди ты вон врезайся падла не врезался 10 центов прощай я выиграл это во второй раз по-моему Продолжение следует...